23 августа 1942 года. Самая скорбная страница в истории нашей малой Родины. В 16 часов 18 минут 4-й воздушный флот Люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда. За один день вражеские самолеты сделали более 2000 самолетовылетов, почти полностью разрушив город. Сегодня, в 72-ю годовщину роковой даты, цветами и минутами молчания почтили память погибших в Сталинградской битве представители партии Родина, их сторонники и неравнодушные волгоградцы. Под музыку военных лет в исполнении Духового оркестра они прошли мимо памятных мест Волгограда. Музей панорамы «Сталинградская битва», Дома Павлова, памятника Василию Чуйкову и мемориала погибшим мирным жителям Сталинграда. Шествие завершилось траурным митингом у фонтана «Дружба народов». Со словами благодарности и почтения к павшим защитникам выступили члены Совета партии и руководитель секции «Дети Сталинграда» областного совета ветеранов Геннадий Дубоносов. Было пережито все. Это смерти наших близких, это потери наших родных, это потери самого-самого дорогого. И кровь наша, и моя личная кровь здесь, в этой земле есть. В городе погибло 40 тысяч невинных жителей, людей, которые не держали в руках оружие. Это были старики, женщины и дети. В этот день город подвергся жесточайшей бомбардировке, и вероятнее всего, по количеству жертв, разрушений, это можно было бы сравнить с теми разрушениями, которые были подвергнуты Нагасаки и Хиросима во время атомных бомбардировок. Почти 10% жителей и практически все, весь жилой фонд были разрушены. Партийцы напомнили жителям Волгограда, что и сегодня фашизм, погубивший Сталинград, продолжает существование. Мы надеемся, что мир на Донбассе наступит как можно скорее, подчеркнули они. Продолжение следует...